Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наши видео. Насчёт бесполётной зоны в воздушном пространстве Украины, пишет Константин Машовец. Тут некоторые слишком впечатлительные товарищи, ранее оклятвенно убеждавшие всех нас, что нападение Путина – это такой исключительно совместный блеф Запада и Кремля по принуждению нас к Минским соглашениям. Вчера весьма восторженно встретили наезд президента Зеленского на Североатлантический альянс за отказ организовать нам тут бесполётную зону. Мол, правильно врезал, давно пора пистон вставить этим боящимся ядерной войны. Ну и всё такое в таком духе. Уважаемые, окститесь! Не будет над Украиной никакой бесполётной зоны силами НАТО, по крайней мере, официальной. Почему? Думаете, Запад боится ядерного шантажа Путина? На самом деле нет. Западу на это вообще плевать, скажу больше. Он бы даже рад был ограниченному ядерному конфликту с Кремлём. В действительности, Запад считает и анализирует ситуацию намного дальше и глубже, нежели это делают нынче в Киеве и в Москве, причём на основе куда как более полной информации, нежели обладают в обеих враждующих столицах. Уже очевидно, что Кремль рано или поздно провалит военную кампанию в Украине. Но есть весьма существенная разница для будущего, кому он её проиграет – НАТО или Украине. Запад собирается кардинально поменять саму Россию. Это стало понятно после того, как предупреждения Байдена оказались вполне обоснованными, несмотря на глубокомысленные выводы наших доморощенных аналитиков. В этом контексте ему так или иначе необходимо обрушить режим Путина. Сделать это, возможно, двумя основными способами. Красочное кровавое поражение кремлёвского сумасшедшего в конвенциальной войне с заведомо слабым в сравнении с ним противником, причём обязательно в комплексе с ядерными санкциями, напрочь исключающими реванш. Да, всё правильно. Война в Украине и санкции Запада – это два основных элемента одной партии, а не причина и её последствия. А вот поражение от НАТО, а именно так будет трактоваться эта самая бесполётная зона в случае её введения, может вызвать в РФ совершенно обратный эффект. Ограниченная ядерная война, в которой кремлёвский сумасшедший также неминуемо проиграет. Способ и сценарий, который базируется на образе мышления и психологическом состоянии тех людей, кто принимает в Кремле решение. Он также проработанный принят Западом, хотя многим кажется, что он такого сценария ужасно боится и якобы ни при каких обстоятельствах не желает. Да, не желает, но вполне к нему готов, причём право первого шага здесь предоставляется сделать самому сумасшедшему, чтобы напрочь снять вопросы для всего мира. Кто начал первым, ну или попытался его сделать. При этом методология и технические способы отстранения бункерского сумасшедшего от власти уже не важны. Будет ли это условная табакерка по башке от ближайших соратников, революция широких народных масс, заговор олигархов, козни тамошних специальных служб или даже развал самой РФ на несколько кусков, вследствие вспыхнувших национально-освободительных войн российских национальных окраин? Для Запада абсолютно всё равно. Он готов к любым изменениям по ходу пьесы. Запад твёрдо решил привести эту мировую токсичную помойку, начавшую серьёзно угрожать мировому порядку к нормальному бою, начав с замены смотрителя свалки. Если для этого потребуется ударить ядерной головкой по какому-то Ханты-Мансийску или Норильску, то он к этому готов. Хотя, конечно, Запад хотел бы ограничиться харьковскими развалинами не слишком большого масштаба. Потому не ждите над Украиной американских рапторов. Накостылять кремлёвскому сумасшедшему мы должны сами в рамках способа номер один, при очень деятельной помощи Запада. Конечно, как явной, так и, скажем, неявной. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok